В этой гравюре показано, как он демонстрирует свои опыты королю. Тот с интересом наблюдает за вскрытием оленя. Гарвей занимался многими проблемами, в частности, кроме проблемы кровообращения, который он в целом решил. Он интересовался эмбриологией, занимался довольно многими животными, изучал их развитие, работал на курином эмбрионе, классическом модельном объекте эмбриологии. Ну и написал на эту тему книгу, вот этот титульный лист, где продвигал такую идею, что все животные развиваются во всех случаях только из яйцеклеток, хотя, надо сказать, доказать этого он не мог. Яйцеклетку млекопитающих открыли намного позже, в 19 веке. И сама эта идея тоже оказалась неверной, но довольно долго она пользовалась популярностью. Перенесемся на 100 лет позже. Вот один из модельных объектов, о котором я буду рассказывать на следующей лекции подробно. Это пресноводная гидра. Несколько видов этого рода использовала Ран Трамбле в своей работе. И, кроме того, что он опроверг Гарвея, он доказал, что животные могут развиваться не только из яиц, а могут размножаться, как и растения, бесполым путем. В частности, гидра может размножаться почкованием. Ран Трамбле по праву считают основателем экспериментальной зоологии, отчасти экспериментальной эмбриологии, потому что он сумел организовать в домашних условиях, не имея никакого специального оборудования, строгий научный подход к своей работе и действительно заложил основу экспериментальных наук в этой области. Ну а гидра до сих пор используется как один из модельных объектов и в последнее время ее популярность сильно выросла, об этом я потом подробно расскажу. Ну, в 19 веке, понятно, что тоже работали на разных живых организмах, и этот выбор был важен. Грегор Мендель открыл основные законы наследования признаков, законы генетики, изучая горох посевной. Это был довольно удачный выбор по многим причинам, в частности потому, что горох в норме, в принципе, самоопылитель, и поэтому имелись так называемые чистые эмбредные линии. То есть сорта гороха фактически генетически однородные. Ну а кроме того, удобно было проводить перехлестное опыление, потому что цветки крупные, легко можно удалять тычинки, переносить пыльцу с цветков другого сорта. И то, насколько это было важно, показало дальнейшее развитие событий. Когда Мендель попытался поделиться своим открытием с другими учеными, то большинство вообще ничего не поняли и ему не ответили. Один из ботаников, Карл Негеле, который ему ответил, к несчастью, занимался истребинками. И он посоветовал Менделю повторить свои опыты на истребинках. А истребинки – это примерно то же самое, что одуванчики. Это сложноцветные. Для того, чтобы провести перекрестное опыление, нужно выщипать все тычинки из каждого цветка в этой корзинке. К тому же, потом оказалось, что у истребинок есть апамиксис, то есть их семена могут развиваться вообще без опыления. В итоге Мендель забросил эту работу. И, в общем, больше наукой не занимался. Но более научный подход к использованию модельных объектов стал возможен тогда, когда появилась теория Дарвина и когда она владела умами ученых, умами биологов. Потому что что такое модельный объект? Ну, в самом общем виде. Это какой-то хорошо изученный организм. Такой, что данные, полученные на нем, можно использовать для других организмов. Что они справедливые для других организмов. Ну, может быть, не для всех. Может быть, для какого-то круга. Ну, а в конечном итоге нас в большинстве случаев, конечно же, больше всего интересуемы сами люди. И если данные, полученные на этом объекте, можно перейти на человека, то это вообще идеально. А то, что человек и животные имеют общих предков, что у них, соответственно, есть что-то общее, потому что какие-то признаки от этих общих предков унаследовали, стало очевидно для всех во второй половине XIX века. Ну, и когда началась серомолекулярная биология, то идея о том, что все живые организмы происходят от общих предков, и когда-то существовал общий предок всех ныне существующих живых организмов, получила блестящее независимое подтверждение при сравнении нуклеотидных последствий. До этого было понятно, по палеонтологическим данным, по орфологическим, то кому примерно там насколько близкий род с ним. Было понятно, что ближе всего к человеку обезьяны, подальше мышь, еще подальше рептилии, еще подальше там амфибии рыбы, еще подальше мухи, еще подальше дрожжи, еще подальше бактерии. И так оно в целом и оказалось. Когда начали сравнивать гены всех этих организмов, то оказалось, что ДНК шимпанзе больше всего похожа на человеческую, ДНК мыши там поменьше и так далее. Поскольку этот метод не существовал в момент создания филогенетических деревьев зоологами, то это было одно из сильнейших таких вот независимых подтверждений эволюции. Ну и накопление мутации зависит от времени. Время можно как-то пытаться калибровать, хотя это сделать не так уж просто. Причем для разных участков ДНК скорость накопления различий разная. Это вот здесь вот показано. Значит, в нейтральной, то есть не кодирующей ДНК мутации накапливается быстрее всего. И уже у приматов и рептилий, значит, уровень различий составляет 75%. В ДНК, которое кодируют белковые гены, в белковых генах, то есть ДНК, которое кодирует белки, накопление происходит гораздо медленнее. И здесь 75% различия уже между человеком и дрожжами, а между человеком и рептилиями различия всего 20%. А гены, которые кодируют рибосомальную РНК, очень консервативные, они изменяются медленно. Здесь изменения накапливаются очень медленно. И тут между человеком и птицами всего 2% различия. Но в любом случае понятно, что какие-то данные, полученные на других животных, мы можем переносить на человека. И поэтому мы можем выбрать, в общем-то, среди любых живых организмов, модельный объект. И какой-то процент результатов, полученный на этом модельном объекте, мы перенесем на человека. Идея основная использования модельных объектов стоит именно в этом. Ну а каких нам животных выбрать? От чего этот выбор вообще зависит? Ну, во многом он зависит от случайности. Вот один из главных модельных объектов в течение 20 века – это плодовая мушка, дрозофиловый меланогастер. И сейчас этот модельный объект остается одним из главных. Почему дрозофила? Почему меланогастер? Я про это тоже расскажу на одной из лекций. Но, в общем, это получилось, конечно, во многом случайно. Особенно то, что это было именно дрозофиловый меланогастер, это вообще результат стечения многих случайностей. К этому роду гигантскому относятся там полторы-две тысячи видов мух. И у большинства этих видов было гораздо больше шансов стать модельным объектом, чем у дрозофилового меланогастера. Но уж так вот получилось, что кто-то притащил именно этих мух в лабораторию Томаса Генкоргана, который показан тут вот на этой фотографии на фоне колпс потомства муха, там на заднем плане рисунки этих мух. Он начал изучать дрозофилу, создал на основе своих работ вместе со своими сотрудниками хромосомную теорию наследственности, сделал много открытий по поводу того, что же является материальным носителем наследственности и как гены передаются. Ну а дальше в таких случаях действует принцип положительной обратной связи. Если какой-то объект хорошо изучен, им занимается много народу, они рассылают там свои лабораторные линии по другим лабораториям, они делятся своими идеями, они позволяют другим людям использовать в свои наработки какие-то свои инструменты, которые позволяют работать с этим объектом. Все больше и больше людей вовлекается в эту работу, объект становится еще лучше изученным. И в такой стратегии, конечно, есть много хорошего, много правил. Про нее мы еще поговорим. Вот еще один пример того. Я про этот модельный объект не буду рассказывать отдельно, хотя он того бы заслуживал. Когда тоже действует фактор случайности некоторый. Но в каждой случайности, наверное, есть свои закономерности. Про это мы еще поговорим. Замечательный такой объект, так называемые социальные амебы, Диктиастелиум дискоидеум. Их открыли в 1935 году, вот конкретно этот вид. В каком-то верблюжьем памяти, в каком-то зоопарке, значит, человек, интересующийся вот низшими растениями, как тогда говорили, вот выделил их культуру, притащил в лабораторию. А дальше я стал смотреть историю изучения этого модельного объекта и наткнулся на статью с описанием этой истории. Открываю эту статью, там написаны инициалы, G.E. Боннер. И вот, значит, там такое описание дается, что вот когда появилась в университете, у нас был такой замечательный, харизматический преподаватель ботаники, который так с увлечением рассказывал про низшие растения, и, значит, все вокруг увлеченно занимались низшими растениями, они изучали водные плесени, и один наш студент открыл у них там половые гормоны. Это было так интересно, что я решил, что это мое призвание, и я всю жизнь буду заниматься только низшими растениями. А потом, значит, я попал в другой курс, к другому преподавателю, и он стал рассказывать про эмбриологию и про то, как развиваются животные, и как можно это экспериментально изучать. Это было так интересно, что я решил, чтобы всю жизнь заниматься эмбриологией, и ну что же мне теперь делать, мне же развиваться пополам. А тут как раз мне попалась статья старшего брата, моего, ну не однокурсника, а более старшего студента, где описывался жизненный цикл диксиастылиуму, и было понятно, что на этом объекте можно изучать одновременно и низшие растения, и эмбриологию. И вот стало понятно, что это мой объект, и я буду им заниматься. Когда я это все прочитал, я был уверен, что это пишет девушка по стилю. Но оказалось, что это пишет вовсе не девушка, а молодой человек, что это Джон Тайлер Боннер, родился в 1920 году, сейчас ему, соответственно, 97 лет. И до недавнего времени он занимался диктиастылиумом. В общей сложности он провел за изучением этого объекта больше 70 лет. Вот. Ну, я про него рассказывать подробно не могу, потому что это предмет отдельной лекции. Но тут показана часть жизненного цикла, я все-таки вкратце расскажу про этот объект. Миксомебы – это одиночные клетки, которые ползают там где-то в лесной подстилке или в помете питаются бактериями, там, где их много. И пока бактерий много, они просто делятся метозом, размножаются и живут поодиночке. Но если пищи становится мало, несколько миксомеб сползаются там вместе случайно в первый момент и начинают выделять вещество, циклический аденозин монофосфат, сигнал голода. Это вещество служит аттрактантом для других амеб, которые ползают там по соседству. Они начинают сползаться все к единому центру, выделяют все больше и больше этой ЦМФ циклического аденозид монофосфата. Вот потоки этих амеб льются к этому центру, дальше образуется такой блинчик, потом он вытягивается и ложится на бок. Образуется стадия слизня. Слизень эта ползет, правда очень медленно, размер его примерно 1 миллиметр, иногда чуть больше, 2 миллиметра. Ползет, 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 куда-нибудь где посуше, посветлее, потом опять начинает вытягиваться, образуется вот такое плодовое тело на ножке. Причем все это время клетки остаются независимыми, они не сливаются. То есть это настоящий многоклеточный организм. Такие слезевики называются клеточные слезевики. Но и что замечательно, удивительно, что вот эти вот клетки жертвуют собою ради остальных, потому что они не дают никакого потомства. Они к моменту образования плодового тела становятся мертвыми. А вот эти клетки, которые образуют спорангий, превращаются в споры, разносятся ветром. Ну и где-то в благоприятных местах из них снова вылупляются мексомемы. Причем это бесполая часть цикла, а есть и половая. Вот какие-то друзья этого Боннера нарисовали на него соответствующую карикатуру. И вот тут видно, что сначала он там был студентом в Гарварде, потом поработал где-то еще, потом в Гарварде защитил кандидатскую, а потом вот в течение 50 лет работал в Принстонском университете и за это время дорос до почетного профессора Принстона, занимаясь этим объектом. Ну, казалось бы, он уж должен быть изучен вдоль и поперек, этот диктиостелиум. Но нет, конечно, нет, потому что занимался он им большей частью доэромолекулярной биологии, во-первых. А во-вторых, даже в последние годы на этом объекте продолжают работать и делать замечательные открытия и публиковать статьи там в Nature. Я очень рекомендую вам сайт «Элементы», и если вы им не пользуетесь, а пользуетесь, смотрите его. Замечательный сайт «Элементы большой науки». Если вы интересуетесь наукой и ее новостями, надо в него иногда заходить, особенно вот в этот вот раздел. Ну вот, и там время от времени появляются какие-нибудь новости про диктиостелиума. Вот при таком образовании многоклеточного организма возникает некоторая проблема. Клетки неродственны между собой. Они в этом плодовом теле все генетически различаются. И среди этих клеток могут возникать такие мутанты, которые не хотят делать ножку, а хотят все становиться спорами. Ну понятно, что если все захотят превратиться в споры, то у плодового тела не будет ножки, поэтому там действует сложным образом естественный отбор, уравновешивая количество таких эгоистичных клеток. И этим люди занимались и выяснили, как это происходит. Другая статья. У грибов часто бывает не два пола, а множество. Вот у диктиостелиума, в частности, есть три пола. Это трехполый организм. И удалось найти гены, которые отвечают за определение пола у него, как видите, совсем недавно, 2010 год, разобраться в том, как эти гены наследуются, как у этого организма детерминируется пол генетически. Вот замечательное открытие. Оказалось, что у этих коллективных амек есть нечто вроде сельского хозяйства. В состав плодовых тел попадает некоторое количество почвенных бактерий, которые потом разносятся вместе со спорами на новое место, чтобы там была уже готовая пища, что там было, что есть. Это все там вполне делается не случайно, специально, и в основах этого сельского хозяйства, ну, в кавычках, в данном случае, хотя у животных бывает настоящее сельское хозяйство, удалось разобраться. А вот статья 2016 года, я, честно говоря, этого не знал, узнал, когда, потому что она не попала на элементы, узнал, когда я начал готовиться к этой лекции, выяснилось, что на поверхности этого слизня, когда он ползет, и пока там развивается плодовое тело, есть специальные клетки, которые выполняют иммунную функцию, как наши фагоциты. Если какие-нибудь вредные бактерии туда попадаются, то они их проглатывают. И опять-таки, как наши фагоциты, как это ни странно, некоторые из этих клеток при гибели, апоптозе, выпускают из себя наружу ДНК, это ДНК образует такие большие сети вокруг этого плодового тела, бактерии в них запутываются, залипают и гибнут. Это называется внеклеточные, ну потому что при гибели ДНК из них так вот выпускается, как сети, это называется внеклеточные ловушки из ДНК. Они в нашем организме тоже действуют. Они сначала были открыты у человека, а уже потом у дикте остыли. Пояснилось, что тоже действует такой вот необычный механизм защиты от бактерий. Тут показано, как это происходит. Были найдены мутантные штаммы, которые к этому не способны. У них эти клетки поедают бактерии, но не выпускают там свои нити ДНК. А вот у нормального штамма дикого типа эти клетки окружают ползущего слизня ловушками из ДНК, и таким образом воздействие на него близнеотворных бактерий по-видимому уменьшается. Ну и надо сказать, что в первой половине 20 века был довольно велик процент ученых, которые работали не на модельных объектах. То есть они работали, конечно, на модельных объектах, только на своих, которые каждый для себя выбрал просто потому, что это ему нравилось. Но таких людей было, наверное, больше всего среди зоологов. И иногда это приводило, тем не менее, их к успеху. Уникальный, наверное, случай во всей истории присуждения Нобелевских премий, когда эту премию получили зоологи. Нобелевская премия по биологии называется Нобелевская премия по физиологии или медицине. И она дается за области, связанные с физиологией или медициной, более-менее непосредственно. Причем, как правило, за такие, которые можно использовать, которые имеют какое-то прикладное значение. Карл фан Фриш занимался изучением медоносной пчелы и открыл язык пчел. Открыл танец пчел в 20-е годы 20-го века. Спустя примерно 50 лет получил за это Нобелевскую премиум. Конрад Лоренц изучал поведение разных животных. Надо сказать, что он работал на многих объектах, что тоже характерно. Но один у него все-таки был любимый модельный объект. И, казалось бы, совершенно неподходящий как модельный объект это были дикие серые гуси. Он почти всю жизнь проработал вместе с серыми гусями, изучая их поведение. Его друг Нико Тинберген тоже занимался поведением позвоночных главным образом и тоже работал на многих объектах. Но его любимым модельным объектом была серебристая чай. И открытые им закономерности поведения Нобелевский комитет посчитал столь важными и отчасти применимыми к человеку, что они получили Нобелевскую премию, работая не по профилю своей собственной области. Это мы уже отчасти обсудили, да? Зачем же нужны модельные объекты? Вот эта карикатура показывает это довольно наглядно, на мой взгляд. Да, действительно, гранит науки, если там каждый пытается его пробить, пуская какие-то стрелы, ничего не получается, нужны коллективные усилия, нужно достаточно хорошее техническое оснащение часто для того, чтобы на одном конкретном объекте решить некую проблему и очень часто оказывается, что эта проблема общая, что закономерности, открытые на этом виде, имеют общебиологическое значение. Я еще сегодня про это буду рассказывать. Но вот во второй половине 20 века ситуация вообще с наукой сильно изменилась по сравнению с 19 веком и даже с первой половиной 20-го. Развитие науки сильно ускорилось, конкуренция в ней сильно возросла, все дороже обходилось оборудование, без этого сложного оборудования многие исследования стали просто невозможными, а многие процессы стали изучаться все детальнее и детальнее. И это вызвало изменения во многих областях, в том числе и повлияло на выбор модельных объектов. Мендель сидел в стенах своего монастыря, зарплату, говоря современным языком, ему платили как монаху, а отчасти как школьному преподавателю, потому что он был школьным учителем по совместительству. И своими опытами он мог спокойно заниматься в течение восьми лет, собирая один урожай гороха в год. Ему не надо было торопиться. Но сейчас вместо гороха гораздо чаще в качестве модельного объекта используют другое растение аробидопсис, про него чуть-чуть поговорим еще сегодня. Это маленький сорняк, эфемер, весь жирный цикл, которого от семян до семян занимает примерно месяц. Соответственно, в год можно получить 12 поколений. Ну и быстрее отчитаться по гранту, что немаловажно для современных ученых. Точно так же Горвей, да еще и Иван Петрович Павлов могли спокойно работать на собаках. Это памятник собаке Павлова, который стоит под Ленинградом в Колтуши. Вот. И это, в общем-то, никого не смущало. Но сейчас на собаках работают, но в основном зоопсихологи, конечно, а не физиологи, как правило. Физиологи предпочитают мышей. В частности, потому что у них тоже быстрее происходит смена поколений, быстрее можно получить многочисленное потомство, хотя есть и другие причины этого, мы сейчас про них поговорим. В частности, одна из проблем заключается в том, что при детальных исследованиях, когда мы изучаем что-то очень конкретное, да и вообще в современной науке, очень важна воспроизводимость результата. на этом сайте элементы есть такой раздел задачи, я иногда придумываю там задачи, я это поэтому разберу на примере одной такой задачи. Вот у мышей можно там менять их генотип, отключать какие-то гены навсегда или на время во всем организме или в конкретной ткани, а сейчас уже можно включать в организм мыши какие-нибудь человеческие гены. мышах там проделали такой эксперимент, взяли три линии мышей, в одной линии контрольный был нормальный генотип, а у двух других нет, а у второй, давайте так, для простоты, а у второй отключили некий ген в мозге, ген рецептора серотонина. И это была чистая линия мышей, а что такое чистая линия? Это опять-таки потомство генетически однородное, которое отличается друг от друга, не больше, чем однояйцевые близнецы. У мышей получают чистые линии путем длительных близкородственных скрещений этих самых мышей. И вот мыши одной и той же чистой линии с отключенным этим геном в мозге попали в три лаборатории, а поскольку считалось, что этот ген может быть связан с тревожностью, там стали изучать уровень их тревожности. В контролируемых условиях все пытались там выровнять. В одной лаборатории оказалось, что уровень тревожности у них выше, чем у нормальных, в другой оказалось, что ниже, а в третьей оказалось, что такой же. Причем все эти результаты были достоверны. Ну и что же теперь делать? Умыть руки не заниматься больше наукой? Ну нет, конечно. Надо пытаться выяснить, что же послужило причиной этого. И вот в этом и состоял вопрос задачи. Причины могут, как вы понимаете, быть самые разные, много чего можно недовыровнять, много какие условия могут на это повлиять. Но один из ответов этой задачи заключается в том, что мыши очень чувствительны к тем, кто с ними работает. У мышей хорошо развито обоняние, в отличие от людей. И они, например, различают по запаху мужчин и женщин. И не так давно была статья в Nature, которая действительно подтвердила, что если с мышами работают мужчины, то это их сильнее стрессирует, и у них, например, выделяется из-за этого гормон кортизон из коры надпочечников, и снижается чувствительность к боли из-за этого. Если работают женщины, то наоборот. Вот эта карикатура была опубликована до того, как вышла эта статья. Мышь говорит, я вообще предпочел бы работать не с тобой, а вот с Тиффани. Говорит, это мышь. Оказалось, что так оно и есть. Действительно, на самом деле, художник угадал. А это иллюстрация к другой статье. Ученые решили проверить, могут ли мыши по запаху отличить близкородственных павианов от неродственных. И оказалось, что могут. Оказалось, что они чуют, когда два павиана это, например, брат и сестра, и когда это две неродственных особи. Они могут их различить по обонянию. Вот. Так что, видите, по-видимому, в недалеком будущем придется заменять лаборантов в биологических лабораториях на роботов, потому что они не будут пахнуть, не будут влиять на результаты эксперимента. Вот. Ну, а кроме того, что изменился подход к науке, возникли вот такие вот проблемы большой детальности и сложности воспроизвести, воспроизведение результатов, появились, конечно, и новые модельные объекты. И один из главных модельных объектов, который широко был внедрен во второй половине 20 века, это культура клеток человека. Ну, заглавил я этот слайд вот так вот специально. На самом деле это культура раковых клеток. Вот здесь есть книжка про эти раковые клетки, которые были выделены из опухоли шейки матки одной конкретной женщины и оказались бессмертными. Произошло это в конце 50-х, начале 60-х, я точно не помню дату. И с тех пор эти клетки делятся и делятся и делятся в лабораторной культуре. Они культивируются во многих лабораториях, они разошлись по всему миру. И нашелся один экстравагантный такой клеточный биолог, который предложил описать их в качестве нового вида. Аргументы были какие, что это новый вид, а уже не просто клетки человека. Во-первых, у них из-за геномной нестабильности очень сильно изменился кариотип. У них там вовсе не 46 хромосом, а я не помню сколько, например, 88 в диплоидном наборе. Все они имеют совершенно другой состав. А кроме того, второй аргумент был такой, что они такие живучие, они, например, иногда попадают совсем не туда, куда надо, засоряют, скажем, другие клеточные культуры. То есть они выживают не только в том случае, если их культивирует человек, а уже зажили такой своей жизнью, как вот такие комменсалы, паразиты человека. Давайте опишем их как новый вид одноклеточных, и вот это будет иллюстрация эволюции в действии. От человека произошел новый вид одноклеточных эукариот, там, там, но другие что-то его не поддержали, и название это не прижилось. Официально не было признанным. Так что это просто раковые клетки. Ну а кроме раковых клеток впоследствии научились культивировать и многие другие клетки. Легче всего, кроме раковых, наверное, культивировать фибробласты, клетки соединительной ткани, но можно культивировать и клетки других тканей. Более того, как вы, наверное, слышали, сейчас из дифференцированных клеток человека можно получить клетки, которые похожи на клетки эмбриона, индуцированные патентные стволовые клетки. А потом в культуре заставить их дифференцироваться в клетке любой ткани, какую мы захотим получить. И дальше изучать их свойства. Ну и казалось бы, вот есть культура клеток человека, мы хотим переносить результаты, полученные на животных, на человека, нас это больше всего интересует. Зачем нужны модельные объекты, зачем нужны подопытные животные? Вот, эта тема тоже там всячески обыгрывается, с одной стороны, защитниками животных, которые там кричат и пишут так, бедные мыши, как они страдают, в вивариях, на них ставят бесчеловечные эксперименты, давайте с этим делом вообще завязывать, не мучить этих бедных животных. На этой калькатуре написано, что когда этот препарат на мышах, то он не дал никаких побочных эффектов. И это тоже проблема, потому что далеко не все результаты, полученные на мыши, на самом деле переносимы на человека. Но как эти проблемы решать? Когда мы это обсуждаем, надо иметь в виду, что в общем-то тут действительно возникают сложности. Вот другая задача с того же сайта элементы, она была сформулирована так. Мы испытываем некое лекарство или токсин, яд, прием его мышам и собакам и видим, что токсичность для мышей и для собак различается в сто раз. И так действительно бывает. Ну то есть для мышей, например, оно практически не ядовито в нормальных дозах, а для собак оказывается смертельным ядом. Во-первых, с чем это может быть связано, а во-вторых, можно ли предсказать, как оно будет действовать на человека. Вот на кого окажется больше похоже в данном случае человек, на мышь или на собаку? Неизвестно. Значит, если коротко отвечать на вторую часть вопроса, можно ли предсказать, то ответ нельзя, потому что это часто определяется чистой случайностью. Случайной заменой одной минокислоты в одном белке. Больше ничего сказать нельзя. Вот, но а насчет использования подопытных животных, ну, тут, конечно же, всплывает каждый раз одна и та же история с лекарством, металлидомидом, которую, я думаю, вы слышали в общих чертах. Слышали? Нет? А вы слышали. Понятно. Я его кратко очень расскажу. некое лекарство, выпущенное на рынок крупной немецкой фирмой. Это тоже конец 50-х, там, начало 60-х. Хорошее, мягкое, успокаивающее, легкое, снотворное, никаких побочных эффектов, да еще снимает тошноту при беременности. Его во всех странах мира стали широко прописывать в частности беременным женщинам. Ну и довольно быстро, там, года через 2-3, два врача, независимо в разных странах, установили корреляцию между приемом этого лекарства в определенный период беременности в первом триместре, кажется, и появлением детей с тяжелыми врожденными уродствами. Вот эти дети сравнительно легко отделались, так сказать. Обычно последствия гораздо более тяжелые, причем выяснилось, что достаточно было матери выпить одну таблетку этого лекарства, чтобы это оказало вот такое вот действие. Началось разбирательство, а как его вообще испытывали? Оказалось, что его испытывали на крысах, правда до сих пор неизвестно, испытывали ли его натератогенность, то есть способность вызывать уродство у потомства, то есть были ли среди этих крыс беременные крысы и давали ли им это лекарство, потому что документацию в конце концов уничтожили. Но необычность ситуации заключается в том, что если бы его даже испытывали на беременных крысах, то оно бы оказалось безвредным, потому что оно у грызунов никаких врожденных уродств не вызывает. За исключением одного и то не грызуна, а заицеобразного, какой-то одной породы кроликов, каких-то белых новозеландских кроликов почему-то вызывает. А ни у мышей, ни у крыс, ни у других грызунов, на которых его испытывают, все нормально. Вот. А вот у приматов у всех вызывает. То есть если бы его испытали на каком-нибудь виде обезьян, то стало бы ясно, что давать его людям, видимо, не стоит. Ну, это вот и до вида дальше была довольно сложная долгая там история интересная. Но опять же, казалось бы, ну какой вывод? Ну да, надо испытывать его получше, может быть, на разных видах, и чем ближе эти виды к человеку, тем лучше. В общем-то, обезьян тоже использовали, например, чтобы получить там вакцину от полиомелита, использовали несколько десятков тысяч макак, резусов. Так что и тут можно было бы какими-то там обезьянами пожертвовать. Но удивительно, что некоторые, опять же, защитники животных публикуют статьи, даже в научных журналах на эту тему, что вы же вот видите, вот ваши опыты на животных, они вообще абсолютно бесполезны, потому что ничего предсказать нельзя. Если мы испытаем на большом числе видов, то любое лекарство для какого-нибудь вида окажется ядовитым, то еще же новые лекарства вообще не внедрять, да? Что же делать? Ну, использовать обезьян с одной стороны, но есть еще другой выход, конечно. Есть другой выход, другой выход заключается в том, что животных этих можно сделать более похожими на человека. Можно их гуманизировать, и в нашей лекции про мышей, это будет заключительная лекция, мы про них поговорим, а сегодня я про них только кратко упомяну. Хотя на самом деле некоторая вот тоже такая новость эры молекулярной биологии 20-го и даже скорее начала 21-го века заключается в том, что некоторые болезни человека в действительности можно изучать не только на мышах или на обезьянах, но даже на дрожжах, что, казалось бы, на первый взгляд выглядит совершенно дико. Выяснилось, что функции очень многих генов настолько консервативны, что гены человека работают прекрасно в организме дрожжей и наоборот, что они там более-менее нормально функционируют, взаимодействуют с определенными белками, и в этом можно разобраться на более простой модели. Это заголовок чужой презентации, откуда я взял следующую таблицу, а вот это вот оказывается, как это сейчас называется, мем, да, который в вольном переводе звучит как нездешняя сила генетики дрожжей. Вот. И в частности оказывается, что некоторые гены, которые у человека ассоциированы с раком, есть в организме всех модельных объектов, включая дрожжей и бактерии. Дальше в этой презентации подробно разбирается, что это за гены. Это, например, большой набор генов, которые связаны с хромосомной нестабильностью как раз. их можно изучать на дрожжах. Причем во многих случаях это предпочтительно по сравнению с мышами и тем более с обезьянами по разным причинам. И в частности по той простой причине, что во второй половине 20 века очень сильно ужесточились и этические, и технические, технологические опять-таки требования к работе с высшими животными, с мышами и обезьянами. Их надо содержать в специально оборудованных вивариях, строго контролируемых условиях, воспроизводимость требуется. Чтобы построить такой виварий надо там потратить миллионы долларов, доступ туда по специальному коду секретному только через шлюз, чуть ли не в скафандре, чтобы не занести туда патогенов. И эти требования гораздо ниже естественно к растениям, про бактерии и грибов мы не говорим, и к беспозвоночным. Там пока таких строгих требований нет, кстати. А так рост их, конечно, нелинейный, и не только шимпанзе, но и мышь это уж почти что человек. Ну, а к экспериментам на человеке естественно эти требования тоже жесткие. Хотя в некоторых случаях иметь дело с людьми проще чем шимпанзе в этом плане. Предпочтитель иногда все-таки человека использовать. Но и тем не менее учитряются ученые делать неоднозначные в этом плане работы. Вот, например, поднялся большой шум в 2014 году, когда была сделана такая интересная работа с помощью сложной методики, связанной с генной и клеточной инженерией, в мозге мыши заменили на человеческие нейроны, а вспомогательные клетки, клетки глии, астроциты, есть такие глиальные клетки. А уже до этой работы в общем-то было понятно, что они довольно заметно влияют на поведение. И у человека они по строению довольно сильно отличаются от астроцитов мыши и других млекопитающих. они там крупнее, имеют более длинные отростки. И вот значит там группа ученых решила посмотреть, а что будет, если эти клетки в мозг мыши внедрить. И каким-то чудом этический комитет разрешил эту работу буквально. и эти мыши нормально так ведь выросли, у них развились конечно нормальные в общем-то мышиные мозги, но с человеческими астроцитами, которые выглядели и вели себя как человеческие. Ну дальше естественно следующий шаг какой? Надо посмотреть а как себя эти мыши ведут. Ну вроде ведут себя как нормальные мыши, как в какой-то популярной статье было написано интересуются мышиными проблемами там всякими, но в то же самое время при многих испытаниях в частности там на решение задач в лабиринте выяснилось, что они намного в несколько раз превосходят по интеллекту стандартных мышей. То есть гораздо успешнее решают многие задачи, сильно поумнели, тут значит все эти билоэтики спохватились, о боже мой, что же вы там такое разрешили, да нет, давайте больше так не делать, а то еще непонятно до чего эти ученые там дозаменяются, а где же граница, а если мы еще какие-нибудь клетки заменим, а если мы заменим один ген, а потом второй, а потом третий, а потом сотый, в какой момент эта мышь там нам скажет, что она думает, вот, значит, тут действительно возникли некоторые этические проблемы, хотя в общем-то работа это вполне интересно, на эту тему тоже, еще до появления этой статьи была карикатура, про что книжка целая, это книжка конечно тоже была в свое время процветы для журнала, наша ошибка заключалась в том, что мы внедрили в их геном генполитика, интересно, что есть гены, во-первых, действительно связанные с отношением к политике людей, с их политическими взглядами, это доказано во многих работах, и, да, с политической активностью и с политическими взглядами конкретными, вот, а, кроме того, да, можно представить себе уже таких мышей в недалеком будущем, которые будут говорить, что они требуют улучшения условий содержания, на самом деле развитие науки пошло так, во многом, видимо, из-за конкуренции грантовой системы, что к концу 20 века сформировался вот такой узкий круг очень хорошо изученных организмов, которым была посвящена львиная доля всех публикаций, сейчас мы про это еще поговорим, вот, они тут тоже из какой-то другой презентации всплывают, пусть они все всплывут уже, среди бактерий это кишечная палочка в плане молекулярной биологии и биохимии, наверное, лучше всего изученный организм из всех существующих клеточных, по крайней мере, среди растений это уже упомянутая резуховидка талия арабидопси стеллиану, среди одноклеточных эукариот грибов, а грибы это более близкие родственники людей, чем растения, это важно помнить, это прежде всего почкующиеся пекарские дрожжи, сахаровица с церевиза, среди беспозвоночных это довольно поздно появившийся, но очень быстро пошедший в гору модельный объект, сценарабдитис элеганс, маленькая почвенная нематода, круглый червь, и классическая дрозофила меланогаста, а среди позвоночных животных это шпорцевая лягушка синопус левис, она правда сильно пошла как раз на убыль, ее популярность пошла на убыль, можно ли перестать быть модельным объектом, по-видимому можно, потому что во-первых оказалось, что у нее есть близкий родственник, второй вид этой шпорцевой лягушки ксенопус тропикалис, и вот этот исходный модельный объект оказался тетраплоидным, у него четыре набора хромосом, это сильно затрудняет работу генетиков, во-первых, а во-вторых, делает его жизненный цикл более растянутым, слишком долгим, поэтому перешли сначала на другой близкий вид лягушек, а потом модельный объект сильно потеснила рыбка, зеброфиш, даньо-рэрио, потому что и тот и другой объект используют в первую очередь эмбриологи, и во многом рыбка оказалась более удобной, чем лягушка. Среди млекопитающих это в первую очередь домовая мышь, мус-пускулюс, кстати, сложный вид, распадающийся на множество локальных генетически различающихся популяций, в основном они различаются как ни странно наборами хромосом, этого вида сильно варьирует число хромосом, при том, что геном остается почти неизменным, может быть, мы потом про это упомянем кратко. Ну и наконец сам человек, а вот читайте человека модельным объектом, я одно время увлекался редактированием Википедии, там в Википедии возникла целая дискуссия по этому поводу, есть статья список модельных объектов, я, значит, включил туда человека, ну и там кто-то говорит, нет, это делать нельзя, модельный объект такой, вот, ну пришлось ссылаться на авторитетные научные статьи, потому что там главное, чтобы была ссылка на авторитетный источник, да, считается, признается, потому что, во-первых, человек это очень хорошо изученный объект, в медицинском, например, отношении лучше, чем любой другой вид, и потом многие данные полученные на человеке можно переносить на других животных, например, на мышей, поэтому человек тоже является модельным объектом, по определению, вот, хотя во многих отношениях человек, конечно, это очень неудобный модельный объект, потому что, ну, некоторые требования к модельному объекту кажутся очевидными, я про это даже подробно рассказывать не буду, надо, чтобы его было удобно содержать в лаборатории, желательно, чтобы у него был короткий жизненный цикл, высокая плодовитость, чтобы можно было анализировать большие группы потомков, наличие чистых линий, и для генетических исследований, и для воспроизводимости результатов других работ расшифрованный геном, недавно это было такое трудновыполнимое требование, и вот эти топ-модели, это были как раз те виды, у которых геномы были прежде всего расшифрованы, потому что это стоило дорого, и животные выстраивались в очередь, а очередь это определилось тем, насколько хорошо каждый объект изучен, если ты лучше изучен, то твой геном расшифрует первым, а если похуже, то жди там, в своей очереди, вот, и легкость генетических модификаций этого организма, и вообще генетических манипуляций с его генами, все это должно было учитываться, а еще мы держим в голове этические требования, да, этический комитет, по всем этим параметрам, человек, не подходит, вроде бы, но в других отношениях зато он дает некоторые преимущества, например, у него можно спросить, что он чувствует, и что он думает, он там ответит словами, в отличие от мыши, и даже большинства обезьян, вот, но с другой стороны тоже вещь довольно очевидная, что требования, что идеал недостижим, что требования к разным областям биологии разные, для генетики это требование одно, например, совершенно необходимы чистые линии, а сейчас генетические манипуляции, какие-то инструменты, для того, чтобы можно было получать генетически модифицированные организмы, да, биология развития, другие требования, вот, например, один из первых классических объектов биологии развития стал морской еж, задолго до того, как их научились культивировать в лаборатории, я даже не знаю, есть ли сейчас лабораторные культуры морских ежей, потому что размножать их в лаборатории явно довольно трудно, у него свои преимущества, ну какие, ну, например, наружное оплодотворение, это очень важно для эмбриологов, потому что это позволяет легко проводить его в чашке петли и потом наблюдать первые стадии развития, да, ну и там достаточно крупные клетки эмбриона, легкость манипуляции с этими эмбрионами, все это сыграло свою роль, и его сейчас продолжают активно изучать, к настоящему моменту геномы даже двух морских ежей расшифрованы, так что это теперь настоящий модельный объединок. Для эволюционной биологии часто полезно, чтобы была быстрая смена поколений, например, и многочисленное потомство, потому что приходится изучать популяции, там, для изучения канцерогенеза, ну вот можно на дрожжах, конечно, какие-то гены изучать, но вообще-то желательно, чтобы все-таки у этого животного были раковые опухоли, поэтому лучше всего подходит мышь, мыши часто болеют раком, чаще людей, в целом. Для старения, ну тут есть разные варианты, тут можно и на человеке поработать, можно и на круглом червяке, а можно на каких-нибудь видах, которые стареют очень быстро или наоборот очень медленно, про такие еще поговорим. Для нейробиологии там свои требования, ну, например, хорошо бы, чтобы у этого организма были крупные, немногочисленные нервные клетки, за которыми было бы удобно следить, мы про такой объект будем говорить, на одной из следующих лекций самые крупные нервные клетки из всех известных организмов, вот такого брюхоногого моллюска, аплизии, некоторые нервные клетки имеют диаметр миллиметра, то есть их хорошо видно невооруженным глазом, и всего их не так много, примерно 10 тысяч, правда у круглого червя еще меньше, 302 штуки, но зато они очень маленькие, их нельзя проткнуть микроэлектродом, ну, и вот к настоящему моменту один из видов аплизии, аплизии Калифорника, их научились размножать в лаборатории, и даже, кажется, получили чистые линии, в конечном счете, но когда на них начинал работать Эрик Кандал, который получил в результате Нобелевскую премию, это, конечно, не был никакой модельный объект, надо было придумать его, выбрать себе, и это всегда, конечно, некоторый риск, потому что гораздо проще было бы пытаться изучить механизмы памяти на дрозофиле, в классическом модельном объекте, где все хорошо понятно, вот, понятно, и как там с ней действовать, чтобы получить генетические модификации, и понятно, тут его рекламируют, поэтому понятно, в чем его сходство с человеком, вот, сложные поведенческие ритуалы, в том числе, брачные, как сейчас доказаны, циклы сна и бодрствования, значит, зависимости от кофеина, кокаина и других наркотиков, и так далее, но на самом-то деле, конечно, для тех, кто работает с модельными объектами, уже сейчас, во всяком случае, гораздо важнее не свойство самого объекта, а то, что вокруг него творится, и более важно из этого то, что, чтобы вокруг этого модельного объекта происходила какая-то движуха, да, чтобы там были люди, которые активно, с энтузиазмом занимаются им, с удовольствием общаются друг с другом, ну, конкуренция конкуренции, но, тем не менее, помогают там друг другу, делятся своими какими-то линиями, инструментами, реактивами, ну, и так обычно и бывает. вот, работать при этом можно и на чем-нибудь сравнительно необычном. Вот классический такой пример, как был открыт, теломеры, это умераза. Теломеры – это концевые участки хромосом, которые во многих клетках постепенно укорачиваются, в том числе в большинстве клеток человека, и это, по-видимому, связано, хотя, может быть, и косвенно со старением, а теломераза – это фермент, который умеет их удлинять, и который работает, например, в стволовых и раковых клетках. Так что, понятно, что это всех интересует, интересует, почему стареем и умираем, почему болеем раком, как эти проблемы решать. Те, кто поняли, как устроены эти теломеры и как они могут ульденяться, получили в немецкий клеммум, а начиналась эта работа, ну, правда, на модельном объекте, надо честно сказать, что тогда это все-таки был модельный объект, но такой, сильно второго ряда, пресноводная интузория, это архимена термофила. Вот. А почему ее выбрали? Потому что у нее два ядра, малое и большое, здесь выявлено большое ядро. Оказалось, что когда созревает, и малое ядро в нормальной жизни интузории, она вообще его не использует никак. В большом ядре синтезируется РНК, с нее считываются белки, и они там обеспечивают рост и деление клеток. Малое ядро у многих разновидностей интузории можно вообще удалить, и это там на них никаких влияет. Оказалось, что когда это ядро созревает, то, во-первых, большие хромосомы малого ядра, а большое развивается из малого после полового процесса, режутся на коротенькие кусочки, и из нескольких длинных хромосомов в малом ядре их, по-моему, у Татархимена всего 10. Получается несколько тысяч коротеньких хромосом. А во-вторых, эти коротенькие хромосомы очень сильно размножаются, так что в малом ядре их несколько тысяч. У Татархимена может быть несколько сотен, а у многих интузорий десятки тысяч. И оказалось, что в конце каждой такой коротенькой хромосомы образуются таломеры, потому что без таломер линейные молекулы ДНК в клетке вообще очень быстро разрушаются. Ну, понятно, что там и таломер много, и удалось их выделить и расшифровать их последовательность. И таломераза очень активно, и впоследствии удалось ее выделить и понять, как она там работает. Один из первых результатов был такой, что когда вот эти концевые участки были выделены из клетки Татархимены, то их удалось с помощью методов генной инженерии присобачить на конец линейных молекул ДНК, так называемых искусственных мини-хромосом. И после того, как ввели в клетку дрожжей, выяснилось, что эти мини-хромосомы там длительное время существуют, могут удваиваться и передаваться следующим поколениям дрожжей. А если у них нет этих концевых участков, то эти мини-хромосомы сразу разрушаются. Они нестабильны. Во-первых, удалось решить техническую проблему, как вводить эти мини-хромосомы в клетки дрожжей, а во-вторых, удалось показать, что таломеры защищают линейные молекулы ДНК от деградации. Вот. Ну и вот я стал читать про это открытие, они там неподробные, но вот интересный момент здесь выявлен. Вот с тетрахеменной работала вот эта женщина, Элизабет Блэкбурн, Блэкбурн, да? Вот. И видите, такой решающий шаг был сделан, простимулирован, когда она встретилась с другим лауреатом Нобелевской премии на одной из конференций в 1980-м году, и они решили сотрудничать. И вот это и привело к планированию и осуществлению такого эксперимента, потому что она работала на тетрахемене, а вот этот Джек Шосток работал на дрожжах, соответственно. И когда они наладили сотрудничество, это привело их к успеху, хотя в данном случае они работали на разных модельных объектах. Сотрудничать важно. Ну а теперь немножко поговорим про 21-й. У нас есть еще полчаса примерно. У нас лекция рассчитана на полтора часа, сейчас час мы работаем. Наука, понятное дело, стала развиваться еще гораздо быстрее, но это очередная карикатура на тему о том, что некоторые журналы ввели особый ускоренный порядок рецензирования, и ученые считают, что это большой шаг вперед. Ускоренное рецензирование статей. Ну вот такая характеристика отношения к науке в 21-м веке интересная, что сейчас много лабораторий занимаются старением. На ком можно заниматься старением? Ну можно на круглом черве это активно делают, но это все-таки от человека вроде слишком далеко. Можно на мыши, это конечно близко к человеку, но значит вот в статье там вроде на полном серьезе там практически было написано, ну на мыши сложно же защищать старение, но мышь она может и три года, и четыре прожить, а за это время аспирантура уже кончится, значит человек не получит никаких результатов, не дождется пока там половина его мышей помрет в этой линии, давайте найдем позвоночное, в результате близкое к человеку, но которое бы старело побыстрее. И нашли значит африканскую такую рыбку, у которой есть во-первых более быстро стареющие и более медленно стареющие разновидности, а самое главное что нормальный жизненный цикл длится до старости 12 недель, 4 месяца и после этого все рыбки умирают. Ну 4 месяца это уже нормально для современной аспирантуры, можно изучить много поколений рыбок, она живет в пересыхающих водоемах, откладывает икру, икра там где-то видимо закопанная в грунте переживает это пересыхание, потом когда он заполняется водой вылупляются новые рыбы и им надо успеть там за влажный сезон пройти весь свой жизненный цикл. Так что нашли подходящий объект, который помрет через 4 месяца, а то слишком долго эти мыши живут там для современной науки. Ну и понятно, что это занятие особенно такое, которое связано с молекулярной генетикой и биоинформатикой стало еще более коллективным и во многом междисциплинарным. Вот я выбрал такую характерную статью, значит, люди изучили, решили изучить, как одна из групп животных пиявковидные калавратки обходятся без самцов. Это, по-видимому, единственная группа животных, у которых действительно нет самцов. Одни самки, они размножаются партеногенезом, и при этом она существует несколько десятков миллионов лет. Вот, все другие животные, которые отказались от полного размножения, все другие такие линии быстро вымирают. А эти, значит, как-то ухитрились просуществовать, но давайте разберемся, как, что у них заменяет половой процесс, а может быть, у них все-таки есть половой процесс, это так до конца и не выяснилось, кстати говоря. Но для начала решили, значит, секвенировать геном и разобраться, как он устроен. Оказалось, кстати, что очень необычно. И вот видите, тут вот авторы, они там тянутся примерно еще настолько же вниз, они тут не поместились. Самое интересное, из скольких они стран. Это Соединенные Штаты Америки, Россия, Германия, Франция, Норвегия, и может быть, я еще какую-нибудь забыл. Но пять там точно есть. Вот, компьютеры, интернет, быстрый обмен информацией, каждый выполняет какую-то свою часть биоинформатической работы, а секвенировали их, кажется, у нас. Лаврат. Это точно не знаю. Ну и понятно, что приходится вникать в какие-то все более и более мелкие детали. Я не нашел подходящего примера, но это видно хотя бы из того, насколько быстро растет просто число публикаций научных. Вот тут не поместились годы, 1945, да, можно угадать, а тут вот 2015. И вот это вот публикации, которые имеют резюме в крупнейшей базе научных статей по БМЕДе, соответственно, по мышам и крысам, было написано другие позвоночные, но на самом деле при внимательном прочтении оказалось, что это просто все другие животные, и без позвоночные в том числе. Ну, интересные данные, правда? Во-первых, больше половины, или примерно половина всех вообще научных статей выполнено на мышах и крысах. Всего на двух видах модельных объектов. Ну, а с другой стороны, конечно, само число впечатляет. 200 тысяч в год. 200 тысяч научных статей в год. Фантастик. И это число будет расти, конечно, видимо, с такой же скоростью. Непонятно, правда, как, но как минимум линейно можно представить себе. вот. Понятно, что людей во многих областях там заменят роботами, и куда крестьяне попадаются. Ну, что людям останется делать? Ну, наукой заниматься, понятное дело. Вот. А это вот в журнале генетика, они тоже проводят такие исследования, как у них по годам менялось число публикаций по разным видам. И вот это вот все виды, ну, поскольку крысы и мыши в этом журнале вообще превалируют, тут даже не половина, а, наверное, 80%, да, то все остальные слились, для них пришлось отдельно делать картинку, это картинка из того же журнала. Значит, мыши и крысы вне конкуренции в генетике, ну, тут вот аробидопсис и дрозофила лидируют, да, одно животное, одно растение, это вдруг почему-то курица, хотя это больше объект эмбриологии, казалось бы, чем генетики. По крысе? Интересный вопрос, не знаю, почему крысы стали вдруг так популярны, но это все-таки один журнал, это все-таки не общемировая тенденция, то есть это может быть и какая-то флюктуация, хотя здесь тоже статей там порядочно, да, число публикаций в год, может быть, один журнал, а может быть, а может быть, я уточню, я постараюсь уточнить это к следующему разу, хороший вопрос, да, может быть, это все работы, там я несколько источников использовал, уже забыл немножко, какой я включил, может быть, это все работы, для которых выдавались гранты Национального Института Здоровья США, НИХ, да, а вот динамика публикаций примерно за это же время по модельным организмам и остальным, это процент, это процент, потому что, то есть процент публикации по модельным организмам рос, а этот процент, естественно, параллельно уменьшался, вроде бы такая тенденция, вот, ну и тем не менее, и тем не менее, даже вот этот официальный список, ну такой, официальный в кавычках, который я нашел на страничке этого НИХ, расширился, вот смотрите, хламидомонада, ну это физиология растений и подвижность клеточная, одноклеточные водоросли, плазмодиум, возбудитель малярии, понятно, практически важный объект, геном расшифрован, это рахимена, про нее мы поговорили, кроме дрожжей, нейроспора, это классический объект генетики, такой плесневый гриб, вот, диктиостылиум дискоидеум попал в этот список, цинорабдитис там остался, кроме дрозофилы еще два членистоногих, дафния, пулекс, чей геном расшифровали лет пять назад, медоносная пчела, на самом деле еще и комар-переносчик малярии, анофилес мог бы сюда в этот список попасть, кроме ксенопуса и рыбки еще одна асцидия, представитель низших ордовых, кроме мыши еще и крыса, да, то есть есть тенденция к расширению списка этих модельных объектов современных, с чем эта тенденция связана, ну, прежде всего с тем, насколько удешевилось секвенирование генов, геномов, получение там транскриптомов, протеомов, экзомов и впрочих омов. здесь тысячи долларов, это сто миллионов долларов, стоимость расшифровки одного генома примерно к моменту окончания проекта геном человека, а за весь этот проект потратили три миллиарда долларов, а сейчас ну, неуклонно приближается к одному килобаксу, к одной тысяче долларов, вот. Нет, почему, для человека это весь геном, другое дело, что он может быть там потом информацию какую-то там не всю, ну, понятно, что повторяющиеся участки их трудно собрать, они там не так важны, вот. И, соответственно, число расшифрованных геномов тоже быстро растет. Вот я нашел такую картинку по растениям, но это публикации по геномам растений, значит, понятно, что рост экспоненциальный, а число расшифрованных геномов растений, даже высших, приближается к сотне. По животным видимо ситуация похожа, то есть к настоящему моменту расшифровано там 100, может быть уже сейчас больше геномов животных. Но даже важно не это число, а форма этой кривой. Понятно, что эти геномы будут расшифровывать десятками и сотнями, и поэтому требование расшифровки полного генома, оно как бы необязательно, ну хочешь расшифруй, ну новый геном, нечеловеческий, человеческий это уже известен, но его расшифровать дороже, чем 1000 долларов, я не знаю, кстати, сколько в среднем на это затрачат, ну не 100 миллионов, скорее там, ну может быть там 100 тысяч, и меньше. И информационные базы данных, которые посвящены геномике, они очень быстро пополняются. Вот платформа для визуализации генных сетей, фотосинтезирующих организмов, можно уже там выяснить, как взаимодействуют гены ни у одного арабидопсиса, который вот здесь, а у целого спектра цветковых растений, да еще мха, да еще цианобактерии, да еще там водорослей, еще таких водорослей. Вот. И другие всякие моменты так ведь удешевляют эту работу. Появились там какие-то фирмы, я нашел иконографику такую, там, узнай свой модельный объект, вот тут мышь, дрозофила, значит, цинорабдитес, дрожжи, кишечная палочка, сколько у них там чего, вот эта вот строчка очень интересная, значит, цена за получение одной нокаутной линии, то есть линии, у которой отключен какой-то ген, и можно таким образом узнать, для чего он нужен. Это тоже доллары, но у мышей все-таки 5000, вот у дрозофилы 75 долларов, то есть я так понимаю, ты там заказываешь, и тебе присылают за 75 долларов. Да, за 10 долларов можно две мыши купить, но зато много кишечных палочек, вот, то есть еще больше возросла роль не свойства этого объекта, а того, есть ли желающие им заниматься, и насколько они могут там скооперироваться и объединиться в какое-то сообщество, эту работу организовать. Вот, хотим изучать старение, ну давайте придумаем, на ком это будет интересно делать. Вот возьмем планарио, она в принципе кажется может жить вечно, у нее нет старения, о, интересно, давайте на планарио, или гидро может жить вечно, на гидро. А вот это вот голый землекоп, значит, размером он с мышь, вроде ничем не отличается, но мышь живет там максимум три года, самка этого голого землекопа может прожить 25 лет, и причем у нее нет признаков старения, и столько вообще всяких интересных там других отличий, давайте разведем их в лаборатории, сделаем лабораторную культуру, будем на нем изучать старение. Вот несколько лабораторий этого занимается, в том числе в Москве, что интересно, в Московском университете есть такая лаборатория, которая изучает старение на голых землекопах. Вот хорошо бы нам изучить поподробнее болезни на приматах, но что-то их трудно в лаборатории содержать, то их этих шимпанзе такие здоровые там еще кусаются, давайте подумаем на ком из приматов там можно работать. Вот мышиный лемур, там размером чуть больше мыши, там поменьше крысы, весит всего 100 грамм, значит давайте выберем его как модельный объект среди приматов и там объединимся и все изучим. Вот регенерацию многоклеточных организмов вроде изучают, а одноклеточных чего-то никто не изучает. Возьмем гигантскую инфузорию стентер церролеус размером миллиметров. И у него такая клетка, что если разрезать на части, и часть хотя бы большого ядра попадает в этот фрагмент, то она опять регенерирует целую инфузорию. Ну здорово же, как происходит регенерация на клеточном уровне, это же всем интересно, давайте с этим разберемся. Мы хотим изучать эволюцию, на ком бы изучить эволюцию, вот есть трехыгловая колюшка, и у нее там после последнего ледникового периода за 10 тысяч лет, из одной морской предковой формы в разных озерах возникли разные формы, которые сильно отличаются по признакам, все, секвенируем геном трехыгловой колюшки, уже отсеквенировали, и дальше изучаем на ней эволюционный процесс. И это, конечно, очень интересно и здорово. Но тут видите, появляются все время статьи в последнее время с названием «Уникальные модельные объекты» или «Немодельные модельные организмы». Вот пока это не модельные, ну давайте его сделаем модельным, это же интересно. Например, там другую инфузорию, у которой еще более затейливое преобразование генома, но сейчас я уже не буду рассказывать, не успеваю. Или вот такую вот странную амебу, которая то двигается как амеба, то как с гутика носится, у нее полностью перестраивается цитоскелет, и можно изучать клеточную подвижность. Или вот на инфузориях изучим такие удивительные устройства R-тельца замечательные. Да, это действительно очень интересно. Есть такие инфузории, у которых цитоплазма и есть симбиотические бактерии. И эти бактерии внутри себя образуют вот такие белковые ленты странные, не очень понятные природы. И если эти инфузории живут вместе с инфузориями, у которых нет таких бактерий, то эти бактерии попадают во внешнюю среду, а если такая инфузория их проглотит, она их проглотит рано или поздно, то тогда внутри этой бактерии эта лента разворачивается, протыкает пищеварительную вукуоль, из этой пищеварительной вукуоли в цитоплазму попадает какой-то токсин, который там вырабатывается, и эта инфузория гибнет. Такие инфузории называются штаммы убийцы. Вот, значит, разберемся, какой ген отвечает за образование этих лент, палочку, образуются такие ленты, оказывается, образуются, здорово, можно в кишечной палочке получить такие ленты, потом накормим эти кишечные палочки каких-нибудь инфузорий и посмотрим из этой кишечной палочки что-нибудь попадет ли в ее цитоплазму, попадает, а может это можно использовать для доставки лекарств, сейчас мы разберемся, используем это как нанотехнологию. Известно, это было давно, конечно, а вот заняться этим как следует можно сейчас, и это очень здорово. Еще один пример таких неожиданных открытий, которые возникают в аэрогеномике, вот обоняние у животных более-менее коррелирует с числом обонятельных рецепторов разных белков, которые сидят там в носу, а их очень много, но у разных млекопитающих разное число, причем в ходе эволюции многие из них испортились, мутировали, превратились из генов в псевдогены, и по их общему количеству и соотношению можно понять, насколько хорошо развито обоняние. Как вы видите, хуже всего оно развито у приматов. Но сильно огорчаться, видимо, не стоит, тем более, зато у нас в случае всех из млекопитающих развито зрение, и это компенсирует наше плохое обоняние. Вот, у грызунов значит, в целом хорошо, вот, у мыши там совсем хорошо, у собаки будто тоже вроде ничего, да, хотя похуже, чем у лошади, даже похуже, чем у коровы, значит, у копытных оказывается хорошо, вот, тут вот взяли и изучили слона, до слона ни у кого руки не доходили, и вдруг оказалось, что лучше всех обоняние у слона, причем, видимо, у его предков оно было еще лучше, вот, ну, теперь следующий шаг понятен, какой будет, есть целая группа отрядов млекопитающих, которые близко родственны слонам, причем, очень разные по экологии, есть такие слоновые прыгунчики, похожие на больших землероек, это родственники слонов, а не землероек, есть такие доманы, похожие на сурков, есть там морские такие дюгони, немножко похожие на тюлени, морские коровы, это все близкие родственники слонов, но надо изучить их обоняние и посмотреть, наверняка там в течение года мы узнаем, насколько разве это обоняние у них вот но и может быть чуть-чуть я захвачу время еще я чуть-чуть расскажу еще про я рассказал чуть-чуть при дикте осте ли вы хотя не говорил что на него открыли чуть-чуть про те объекты про которые дальше рассказывать не буду поскольку это было в аннотации этой лекции я правда не знаю аннотация на сайте кажется было только для всего курса до отдельных лекций вот кишечная палочка но кишечная палочка главный объект молекулярной биологии наиболее известная схема в молекулярной биологии эта схема жакоба и мано да на ней удалось расшифровать впервые механизм регуляции работы генов гены в клетке могут включаться и выключаться вот как это происходит установили на кишечные палочки жаков она отреть его ряд это их начальник львов с которыми вместе работали по этой теме в париже ну и кишечная же палочка была первым генетически модифицированным организм то есть именно на этом объекте были разработаны впервые методы генной инженерии у нее была встроена плазмида с двумя генами устойчивости к антибиотикам и успешность трансформации проверялась потому что такие трансформированные генетически модифицированные бактерии росли на среде куда добавляли оба антибиотик тоже интересный результат но иногда это такой старый модельный объект выступает к новым амплуа вот например есть такая интересная тема как подвижность и химотаксис бактерий кишечная палочка подвижна у нее и жгутики эти жгутики очень интересные устройства которые вращаются как мотор в шарикоподшипники они могут вращаться по часовой стрелке и против и когда они вращаются в одном направлении то бактерия плывет по прямой а когда в противоположные они там все растопыриваются и она начинает кувыркаться и на этом основана ее способность плыть по направлению к источнику запаха она меряет как меняется во времени концентрация этого запаха если она меняется в правильную сторону например концентрация привлекательного вещества растет то она предпочитает плыть по прямой а если она начинает падать то она начинает кувыркаться и таким вот способом оказывается можно доплыть ну а на кишечной палочке были расшифрованы молекулярные механизмы как она воспринимает запах и как это переключает работу жгутик и противоположный интерес но кроме того неожиданно кишечная палочка стала одним из важных объектов эволюционной биологии потому что нашлись люди которые поняли что они можно поставить уникальный эксперимент они стали разводить культуру кишечной палочки в разных условиях среды в одних флаконах все было хорошо в других не хватало одного питательного вещества в третьих там третье и продолжали этот эксперимент сейчас он длится наверное уже 30 лет примерно не ошибаюсь причем вот тогда когда публиковалась эта статья 2009 год было 40 тысяч поколений а сейчас значит наверно уже 60 или 80 60 и каждое там десятое поколение этой кишечной палочки они к тому же еще замораживали то есть можно было все обратно прокрутить и там по новой если что изучить ну про этот эксперимент потом вышло еще несколько статьи про него можно прочитать вот ну а кроме того кишечная палочка может вызывать как вы наверное знаете опасные кишечные инфекции иногда даже смертельный была вспышка такой кишечной инфекции в германии и сначала думали что это какие-то помидоры не то огурцы из испании а потом оказалось что эту вспышку вызвали пророщенные семена которые были выращены на экологически чистой ферме экологически чистая еда там убила нескольких человек потому что там оказался опасный штамм кишечной палочки меня зовут коли е коли не слушайте его это он насмотрелся фильмов про джеймса бонда то есть провод этот вот опасный штамм а мы мирные лабораторные кишечные палочки причем когда стал в это вникать оказалось что есть несколько совершенно разных штаммов которые по разному нас поражают эти самые безобидные вот эти похуже а вот это самые плохие как раз которые которых и помереть можно и поскольку это очень хорошо изученный механизм организм молекулярном отношении то вот эти механизмы патогенности кишечные палочки тоже удобно изучать один из главных механизмов кстати говоря у нас сначала приклеивается к поверхности клеток хорошенько а потом вызывает диарею понос когда говорят вот вы понос там не останавливайте кишечник промоет и все станет хорошо во многих случаях это вовсе не так это зависит от того что это за штамм что там вообще происходит в общем действовать надо как доктор ну а про дрожжи вот это такая эукариотическая кишечная палочка на которой тоже удобно изучать генетику клеточную биологию биохимию только у клеток эукариот и именно до дрожжах впервые было описано расшифровано в общих чертах как регулируется клеточный цикл как клетка решает что и делать делиться и делиться как она проходит стадии этого клеточного цикла а поскольку с делением клеток развита связано развитие раковых обхолей то эта работа была очень важная из-за нее тоже была получена нобелевская премия по моему 2003 году журнал science печатают уже несколько лет кажется с 2014 года такую табличку прорывы года вот это прорывы 2015 года вспомнить про здешнюю силу генетики дрожжей один из прорывов это дрожжи которых научили производить опиаты забодяживать как написано в пресс-релизе прорыв это потому что до этого пришлось строить в них весь путь синтеза опиоидов это больше 20 генов такой по-настоящему генетически модифицированный организм 20 генов которые там все работают взаимодействует между собой а вот лекарства использовать выделять из дрожжевой биомассы в принципе можно там как раз не не технологической была задача скорее фундаментальная добиться чтобы их делали то что умеет делать только опиумный маг ну и наверное заключение уже вот часто бывает что для модельного объекта особенно в последнее время подбирают какую-то близкородственную пару человек шимпанзе вот цена рабдитесь elegans и второй вид этого рода танца на рабдитесь брикса для того чтобы их сравнить понять как шла эволюция чем они отличаются ну например человек интересно же сравнить шимпанзе да найдем гены которые у нас там работают по-другому которых у шимпанзе вообще нет поймем чем заключается отличие и одна из таких пар раз мы заговорили продажи это пачкующиеся дрожжи и делящиеся дрожжи оказывается некоторые дрожжи делятся причем их тоже используются эти для производства пива ну какого-то африканского и кажется на наш вкус несъедобного достаточно да вот сравнивает как у них идет там образование спорами йос и с ними связаны любопытная такая история есть очень продвинутый учебник молекулярной биологии под редакцией альбертса молекулярной биологии клетки мне пришлось быть редактором русского перевода правда сокращенного издания и сокращенный вариант как для первокурсных упрощенный основы молекулярной биологии клетки вот и там довольно много было ошибок но это естественно в любом учебнике толстая книжка много авторов там есть какие-то ошибки и одна из таких ошибок на который в глаз остановился не сразу надо сказать там был такой раздел под названием ближайшие родственники и сравнивалась генетика делящихся и пачкающихся дрожжей ну понятно ну дрожжи ну что такое дрожжи нам это ближайшие родственники да вот но при ближайшем рассмотрении значит оказывается что по-видимому время дивергенции вот этих двух видов вот это вот пачкающиеся дрожжи да это вот соответственно делящиеся дрожжи составляет примерно 300 миллионов лет то есть их общий предок жил 300 миллионов лет назад как минимум это скорее всего заниженная оценка вот дрожжи это вообще понятие экологическое и буду вообще абсолютно не родственными организмами так что конечно называть ими ближайшие ближайшими родственниками не надо а вот сравнивать эти три вида интересно какие эти три вида делящиеся дрожжи пачкающиеся дрожжи и человек вот что общего между парами этих видов да и в тогда вы в чем-нибудь тут разберемся вот ну и бывают там интересные действительно отличие я прочитал что оказывается у делящихся дрожжей есть механизмы рынка интерференции а пачкающихся они по-видимому полностью утратились в ходе эволюции про эти механизмы мы поговорим может быть вкратце когда будет речь идти про ценорабдитиса хотел закончить и могу не сказать два слова про робидоксиса значит в основном конечно на робидоксис изучают генетику развития ну и физиологию растений и в частности вот генетика развития цветка в общих чертах было расшифровано это старая такая простая модель очень красивая но как всегда все к сожалению оказалось сложнее и не так удалось разобраться как гены регулируют развитие цветка но опечатка удалось разобраться постепенно и в некоторым более общих таких вопросах вот например чем ограничивается рост органов как регулируют их размеры проблем очень мало изучены почему у человека например сердце дорастает до определенного размера потом рост останавливается почему если отрезать половину печени они она вырастет до прежнего размера потом рост и остановится почти ничего про это неизвестно у растений листья вырастают до определенного размера а потом рост их остановиться и на робидоксисе удалось в этом более-менее разобраться а насколько эти схемы приложимы к животным я честно говоря не знаю ну и робидоксис как любое растение страдает от вредителей его могут есть гусеницы его могут там сосать тли нет этот для это не колембола до колемболы могут вредить растению конечно но реже вот а поскольку хорошо изучена молекулярная генетика можно разобраться в молекулярных механизмах защиты а может быть отчасти использовать их на практике ну и в целом нет ничего практичнее хорошей фундаментальной науки спасибо конечно это это задача учтена как один из ответов размер имеет значение общий уровень обмена до отношение площади поверхности к объему причем отношения разных органов вот например я выяснял специально ну понятно что площадь поверхности тела на относительно гораздо больше у мыши если например этот яд всасывается через кожу для мыши наверняка будет токсичнее чем для собаки а вот с общей площадью поверхности легких по отношению к объему тела оказывается наоборот как основа собаки больше если например лекарства мы вводим через легкие при ингаляции до большую дозу получат собака на единицу массы тела вот но от уровня обмена конечно за зависит наверняка там метаболизирование этого лекарства но еще больше зависит она конечно от набора ферментов печени если мы вводим его так с пищей через кишечник то многое зависит от того что с ним произойдет в печени как эти верменты его будут расщеплять во что она превратится а предсказать это как раз для человека невозможно потому что у него набор свой и поэтому при клинических испытаниях например кроме испытаниях на животных сейчас всегда испытывают лекарства на культуре гепатоцитов человек потому что надо посмотреть что с ним произойдет в организме еще пожалуйста значит следующий раз я буду рассказывать про гидру и других знаменитых кишечно-полосных как их раньше называли как модельный объект